Поехать отдохнуть в отпуск в Турцию и не съездить в какой-нибудь парк развлечений. Вот я сегодня приехал в парк The Land of Legends. Здесь прогуляться, посмотреть и поотдыхать немножко. Прогуляемся с вами по парку развлечений. Там дальше еще аквапарк у них с выходом к морю, как я понимаю. Потом карту покажу. Также здесь вот на гондоле можно покататься венецианской. По этой речке вот они катают. Плюс здесь магазины, отели. Давайте все по порядку посмотрим. Интересно, интересно. А прежде чем мы начнем, я напомню вам, что я работаю в сфере IT уже больше 25 лет. И завел канал, IT Panda называется. Там пишу различные из мира IT. Если хотите войти в IT, переходите, читайте, просвещайтесь. Хороший, полезный контентом. IT Panda. Контент из мира IT. В телеграм-канал. Единственное, здесь, конечно, музыка играет. И на эти можно попасть на пессимизацию. Но так как у нас монеты нет, все равно, то это без разницы. Здесь есть ресторан. Вот, кстати, эти гондолы. Там всякие. Классно, когда жарко. Здесь вода. Она как бы освежает. Ну, сейчас уже у нас какое, 15-е, ой, какое 15-е, 9-е, 9-е ноября. Сегодня у нас 9-е ноября 2024 года. Вот здесь вот они проплывают. Здесь как бы такой бассейн, речка сделан. И вот тут катают. Также вот ресторации там есть, Булгер Кинг. Различные. Можно пройтись. И куча-куча разных магазинов. Ну, это как бы парк развлечений, плюс торговый центр, плюс отель, плюс аквапарк, плюс какие-то тематические здесь проходят вечером. Где-то в 9 начинаются тематические различные представления. И вот на представление мы сегодня вряд ли попадем, наверное. И будет ли оно. Сегодня суббота у нас. Новый отель какой-то строят. Ну, похоже, да, что это будет именно отель. Там еще отель, вот 5 звезд. Сейчас тоже пройдем, посмотрим. А это вот, собственно, ресторанная зона. Давайте с ней начнем. Булгер Кинг у нас. Давайте, кстати, цены сразу посмотрим, какие тут у нас на Булгер Кинг. Цены такие, что... Булгер 400, 385, 280, 225. Но это меню с булгером. Вот такие цены, друзья, да. Фастфуд, кстати, очень сильно подорожал. Он и везде подорожал. Вот 185, это шаурма получается. Ну да, в Анталии цены точно такие же. 250, вот 265. Меню картошка, кола и какой-то бургер. Бурс и кебаб. Рестораны покруче, рестораны подешевле. Ну вот так вот, примерно, плюс-минус. Это одна... Там еще дальше есть еще, по-моему, одна такая зона для еды. Фастфудная. Но фастфуд нынче... Фастфуд нынче стоит так, как раньше ресторанная еда стоила. Приходишь ресторан, заказываешь. Примерно такой же ценник был бы, как сейчас вот фастфуд стоит. Конечно, центром всего здесь является пятизвездочный отель, вот позади меня. И, конечно же, вот этот парк развлечений, аквапарк и вот развлечений. Я так понимаю, что стоимость отеля это входит. А кто приезжает из дне, тот, конечно, уже как бы доплачивает. Вот здесь какое-то шоу закончилось. У них, видимо, как раз пятый час. Пять часов уже, да, шестой час. Вот здесь схема. Можете ознакомиться, что здесь, к чему. Да, вот здесь развлечение. А здесь вот аквапарк. Мы только вот отсюда зашли, вот так вот, вот так вот. Все, а вот это вот все платные зоны. Ну да, вот что-то здесь закончилось. Посетители выходят довольны из аквазоны. И здесь, вот кто, видимо, в отеле вот здесь находится, они также пользуются и вот этим всем счастьем. То есть классно, это такой, знаете, просто пятизвездочный отель. Прикольно. И здесь магазины. Ну, слушайте, классно, да, в таком отельчике бы пожить. Я обратил внимание на банты. И банк, ну, это браслет вот называется, который в отелях, когда, знаете, заезжаете вот в пятизвездочный отель, да, и там дают такой браслетик с названием отеля. Вот я смотрю, здесь попадаются люди. У них на браслетике написано Land of Legends, такой, какого-то, ну, определенного цвета, да, и он позволяет, соответственно, все включено. Значит, здесь все включено есть. Классно. То есть, приехать в отельчик, ну, он, наверное, дорогущий. Интересно даже посмотреть, сколько стоит сутки в нем. То есть, вы можете приехать сюда, я так понимаю, заселиться, тут завтрак, обед, ужин, и плюс вот развлечение. Ну, классно, классная концепция. Да, и море, море, кстати, у них тут выход к морю есть, я так понял. Дорого-богато тут все. Фонтаны. Ну, классно, да, для отеля вообще классная концепция. Такая, как бы, территория у них, да, с аквапарками, с парками. А здесь шоу еще проходит вечером, ну, так я так понимаю, за место анимации. Плавают вот здесь гондолы, там они паркуются. Вон, какие-то статуи, мы пойдем сюда, пройдем еще, посмотрим. Тут все в одном, и торговый центр, и отель, и развлечение. Вот такое, это вот как торговый центр получается. Здесь много таких вот, как бутиков, коридоров. То есть, здесь сразу и пошупиться можно походить. И вот, можно наблюдать масштабы, да. Такой хороший торговый центр. С отелем, с аквапарком. Ну, а почему бы нет, действительно. Никуда особо ездить не надо. Тут же отель, тут же вот тебе магазины, тут же тебе единственное. Тут только такие все вещевые, игрушки и так далее. Таких турецких сладостей-то, тут что-то я не наблюдаю магазинов, чтобы привезти с собой из отпуска. Ресторан в морском стиле, явно это ресторан для рыбный ресторан, скорее всего. Потому что вот так стилизуют именно рыбные. Красиво. А, здесь еще что-то открыли. Тут раньше как бы перегорожено было, сюда прохода не было. Тут пару лет назад я тут был. А сейчас вот открыли еще тут магазины. И вот гондолы сейчас я вам покажу. И вот такие гондолы. Сейчас они припаркованы, а когда шоу, то будут различные фигуры. Такие, знаете, из фэнтези вот такого плана. Музыка, кантаходцы, красиво здесь. Но, соответственно, и музыка такая вся громкая. На видео не стоит, потому что наторские права сразу попадают, и ролик пессимизироваться начинает. Потихонечку к Новому году тут будут готовить. Новогодние уже не за горами, поэтому будут что-то тут, какая-то новогодняя ярмарка будет. Или вот тут мороженое, что-то такое. А что, люди, кстати, очень охотно на Новый год приезжают в Турцию. Есть у меня ролик «Зимняя Турция». Это когда мы взяли отель и поехали сразу после Нового года, в январе, там в первых числах января. Взяли отельчик, ролик снял, на канале есть. Отлично. Концепция очень даже... Мне даже понравилось больше, чем летом. Прохладно, а бассейны все подогреваются. Отлично вообще. Здесь более так живописно прогуливаться. Единственное, вот мне интересно, в аквапарке есть выход к мору? Ну, наверное, есть, а как иначе-то? Вот такая вот прогулочка, друзья, получается. Начинается. Продолжение следует...